Сегодняшний ролик я снимаю по вашим просьбам и в нем мы поговорим об особенностях нормировки урожаем технических сортов винограда. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И винодели зовут меня Светлана, я еду по образованию винограды и по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. При нормировке технических сортов винограда мы с вами должны учитывать следующие параметры. Первая характеристика сорта. В принципе, какую гроздь он выдает. Смотрите, вот это шардоне, да, гроздочка, ну тут 100-150 грамм будет, но маленькая. Две гроздина побег, ну что тут нормировать? А вот рядом грозди, я не помню кто, наверное, это фронтильяк. Разницу видим, да, ну и в размере ягоды, и в грозди разница существенная. Или вот у нас, смотрите, цитронный магарача, да, по сравнению с шардоне. Есть разница? Есть. Соответственно, здесь может понадобиться нормировка. Ну, у шардоне, у таких мелкогроздевых, мелкоягодных, в общем-то, нормировка может понадобиться очень редко. Уже надо учитывать состояние куста и сроки его созревания. И вот сейчас мы как раз-таки на этом примере и разберем. Это у нас кристалл. Срок созревания достаточно ранний, то есть можно было бы не нормировать. Ну, посмотрите, рост. Ну, такой себе, да, слабенький. Для сравнения рядом пинануар, ну да, разница в росте очевидна. Ну, она просто очевидна. Еще мы часто пользуемся таким маркером, как коронка. Считается, что если она загнута, да, вот это на пинануаре, значит, все хорошо, да. Куст идет в рост, побег идет в рост. Если она распрямленная, ну, вот как здесь, значит, не растет. Да, это анатомия, физиология виноградного куста. Но на самом деле, понимаете, у некоторых слаборослых сортов коронки могут быть практически прямые. И увидеть их загиб, ну, достаточно сложно. Впрочем, вот, пожалуйста, мы ориентируемся. Пинануар слаборослый. Разница с кристаллом мы видим. Поэтому, если кристалл рос, хорошо, да, не вопрос, можем оставлять все, что он заложил. Тут две грозди на побег, не шибко уже такой урожай. И все бы оставили. Ну, мы видим, что он слабенький, что он растет слабо. Соответственно, мы оставим только по одной грозди на побег. Остальные уберем, потому что наша задача не только получить урожай. Наша задача получить его вовремя. А такой кустик, ну, созревание здесь будет позже. Это логично. Потому что зеленой массы меньше. Сахарообразующих заводиков. Лист – это завод, который образует сахар. Тоже меньше. Вот и получается, что сроки созревания будут позже. Конечно, поскольку сам по себе сорт ранний. В теории мы бы могли позволить себе оставить все. Но нам наша задача не только собрать урожай. Наша задача – нарастить нормальную лозу на следующий год. Чтобы она нормально вызрела. И в следующем году тоже получать урожай. Поэтому этот куст мы разгрузим. И сделаем это сейчас. Ну, на камеру я уже грозди обрезать не буду. Потому что не взяла с собой секатор. Моя задача сейчас быстренько снять ролик. Пока малышка спит о слену. Я уже могу делать попозже. Здесь у нас противоположный пример. Это цитронный магарач. У него срок такой более поздний. Да, грозди, смотрите, какие грозди красивые. Да, уже какие налиты. И шикарный рост. Уже дорос до верхней проволоки. Да, кое-что даже прочеканено. Вот здесь вот. Вот здесь будет лучше видно. Смотрите, да. С одной стороны у нас поздноватый срок. С другой стороны у нас здесь пристенок. Соответственно, тепла больше. А еще начало июля. Еще все может 10 раз созреть успеть. Да, и рост побегов, он мощный. Нам куст надо нагрузить. Поэтому мы пока его не трогаем. Но ближе к срокам созревания. Вот когда ягодка у цитронного начнет желтеет. Но я потом покажу на других примерах. Да, когда ягода начинает окрашиваться. Мы можем провести так называемый зеленый сбор. Часть гроздей удалить. Да, и таким образом получается, что мы куст разгрузили. Он быстренько дозреет оставшуюся ягоду. Вот, покажу на кадарке. Смотрите, вот такие уже грозди. Тоже большие, красивые, мощные. Посмотрите, какая лоза. Тут хорошая, толстая. Сейчас я отойду дальше, чтобы было видно. Смотрите, вот эта вся мощь зеленая. Нам надо куст нагрузить. И поэтому пока что мы ничего не делаем. Но кадарка у нее тоже поздний срок. И поэтому нам вполне вероятно понадобится нормировка, но позже. Вот в период окрашивания ягод, в период веризона. Еще один важный момент. Смотрите, я уже упомянула. Белая ягода и красная. Ну, с красной в теории мы можем делать белое вино по белому. Если мы так планируем делать, тогда нас это касается меньше. А вот если мы из красной ягоды хотим делать вино по красному, тогда нам очень важно, чтобы ягода не просто набрала сахар, а чтобы она достигла фенольной зрелости. Потому что только такая спелая ягода даст нам хорошее, вкусное красное вино. Иначе мы получим какие-то траву, овощи, непонятно что, и наслаждение не получим. Поэтому нормировка красных сортов, в принципе, к ней надо относиться так более серьезно. Потому что если белый не дозреет, ну, будет меньше сахара, больше кислоты, ничего. В игристых можно запустить, да, и будет нормально. Кислота для белых вин тоже хорошо. Для красных важен баланс и фенольная зрелость. Поэтому нормировать их во многих случаях нужно. Но опять же, учитываем сроки, да, и состояние. Вот я вам сейчас показала, вот, подарка здесь, да, хорошие, большие грозди. То есть если бы они были там маленькие, грамм по 100, тоже можно было бы сильно не заморачиваться. Но здесь сроки поздноватые, поэтому мы будем смотреть, мы будем наблюдать. И при необходимости проведем зеленый сбор. Это у нас ливодейский черный. Я вам уже показывала его нормировку. Мы частично его нормировали грозди на доцветение. Четыре грозди на побег. Срок поздноватый. Опять же, мы же смотрим для нашего региона. Чем севернее, тем нормировка актуальнее. Да, чем южнее, ну, там и так может все вытянуть. Так вот, две грозди мы убирали, две оставили. Смотрите, рост, шикарный рост. Хорошие побеги, при том, что он среднерослый, насколько я помню по характеристикам. На верхней проволоке доросли, прочканины. Начало июля, то есть у нас еще времени так себе порядком. И что мы имеем по опылинию? Разное мы имеем. Да, есть вот такие грозди, есть вот такие. Поэтому пока что, ну, непонятно. Пока мы его трогать не будем. Хотя, вот смотрите, вот на той плоскости. Прям красивые грозди, хорошие. Ну, бурный рост. Рост хороший, бурный. Если бы сейчас был конец июля, да, можно было бы что-то поднормировать. А пока начало июля, у нас как минимум два месяца впереди. Поэтому пока я трогать его не буду. Дальше будем смотреть, наблюдать. Ну, при необходимости оставим, может, где-то одну грозь на побег. Так, опять же, смотрите, вот количество гроздей на побег. Вот. Грозди могут быть такими. Да, а могут быть вот такими. Лысенькими. Сколько оставлять? Значит, здесь явно нечего нормировать. А вот там можно что-нибудь, что-нибудь убрать из этого крупненького. Но не сейчас, позже. Отдельно был даже вопрос по красину. Вот отдельно даже красину вам покажу. Смотрите, потенциал, ну, просто вообще. Гроздь, да, гроздь. А горох? Здесь такой горох. В прошлом году он плохо опылился, и была вот такая вот нелюзга. Вот вторая гроздочка поменьше, но пока вообще не ясно, что из этого всего будет. Может, это и будет вот такой вот непонятный горошек. Так смысл его нормировать? Никакого. Вот если бы он нормальные грозди выдавал здесь, да? Нормально наливал ягоду, да? Можно по одной убрать. Может быть, даже и через одну. А пока я не вижу смысла. Здесь вообще что-то делать, пока можно понаблюдать. А там будем смотреть. Ну, это у нас вейленд. Здесь все просто. Ранние сроки. Абсолютно нормальный рост. Кстати, у нас вейленд очень интересный. Он когда цветет, он начинает только завязывать ягоды. У него пробеги еще маленькие. Маленькие, тоненькие. Кажется, что он не вырастет. А потом он начинает активно расти. Здесь ничего делать не надо. Эту нагрузку он прекрасно вытянет. Гроздочка эта небольшая. Небольшая. Чтобы было наглядно, да? Гроздочка небольшая. Тут 3, да он бы 4, 5 вот таких вытянул. Срок ранний, поэтому ничего не делаем. Оставляем так, как есть. Касательно прибалтийских универсальных сортов, тоже мы их никогда не нормируем. У них шикарно рано зреет лоза. У них ранние сроки созревания. Они всегда сами по себе хорошо растут. Поэтому там в нормировке необходимости нет. Но опять же, да, мы помним, что да, у нас может быть и ранний срок. И даже гроздочки небольшие. Но смотрим еще на состояние куста. Если вы видите, что побеги слабы, если сам по себе куст слабый, вот я показывала на кристалле, то есть смысл его разгрузить и подумать в первую очередь о кусте, а потом уже обурожаем. Ну вот у нас пример на этом участке ананасный. Шикарный рост. Нагрузка побегами, не знаю, штук 60. Я не сосчитаю. Да, и до верхней проволоки дорос, и уже пасынки там стали расти. И срок у ананасного ранний. И ягоду он хорошо наливает. Ну, нормировать просто нет смысла. Волоза у него тоже хорошо зреет. Так что здесь все в порядке. Можно к кусту не подходить. Ронда тоже шикарно грузится и нормально созревает. Поэтому можно не нормировать. Но опять же, смотрите еще ваш регион. Я так говорю для себя. Если вы южнее, опять же, вам нормировка меньше. Если вы севернее, ронда, напомню, темный сорт, вы хотите вино красное получить, значит, вам ронда имеет смысл разгрузить немножко. Поскольку вот тоже рост бурный, значит, мы это делаем позже. Мы делаем зеленый сбор. Вот, смотрите, какие здесь красивые побеги ронда. Все оставим. Пока что этот сезон нам позволяет. Ну и про зеленый сбор я отдельно, конечно же, ролик сниму. Когда начнет ягода краситься, все покажу на примерах. Последний пример на сегодня это пенануар, клон урожайный. Показываю на нем, потому что он самый урожайный. На нашем участке гроздочки, да, гроздочек много. Такие, конечно, они небольшие будут, но все равно не самые маленькие. По три на побег. Хотя в норме там, по-моему, коэффициент чуть ли не 1,6 пенануара. Тут и с крылышками. То есть урожайчик такой неплохой заложен. Срок такой средний. Тоже пенануар у нас не шибко ранний сорт. Но, смотрите, состояние куста, да, я его уже показывала. Мощный, сильный. Глаза. Это же вот двойник оставили. Специально, потому что растет он очень хорошо. Это, кстати, не только этот куст раскормлен. Вот там у нас тоже пена. Ну, или пенануар, либо пенагри. По урожайности посмотрим. Тогда и скажу, какой конкретно клон. Из Италии он к нам приехал. Ну, тоже смотрите. Да. Зелени много. Мощный, он сильный. Поэтому пока что нормировать мы его не будем. Тем более, что пенануар, мы любим шампанское. Мы можем пустить на шампанское. Поэтому, если он там чуть-чуть не дотянет, то ничего страшного. Ну, и рост и состояние куста нам позволяет нагрузить его урожаем и позволяет сезон. Если бы сезон был более поздний, да, то допускаем, что здесь понадобилась бы нормировка. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет к концу августа. И наш контакт. До новых встреч!